Зима, снег на древах и некий незвычайный спокой, но вот и не верится, что в 44-м тут шли вельми жорсткие бои. Причем докладное прозвище усих загинувших червоноармейцев не вядомое до этого часа. Старожилые вёстки Черкевича узгадываясь, что после вызволения працвать на палетках было немогчимо, столько на их заставалось боеприпасов, что 30 загинувших червоноармейцев, то их останки находили на протягу еще некоторых 10-ти годов после закончения войны. Причем прозвище маль трех тысяч похованных воинов, невядомое до этого часу, у Черкевичским музея боевой славы, боям на территории Тогочасной Полетской области, присвечена особная экспозиция. На проконце 43-го эту территорию вызвалили от захопников, але не утримали. Сгодно с офицейными дадзинами, у боях тут загинули кля 20 тысяч солдат и офицеров червоной армии, причем есть подставы мерковать, что это не полная дадзинная. Вельми уже жорсткими были бои, хоть их и называли мясового значения. По территории Правобережья и Березины каждый населенный пункт, каждая высота были укреплены до шести рядов прямо стоячих окопов, колючая проволока, доты, дзоты. И вот на эти укрепления немцев бросали нашу роту. Бросают, погибают, отводят, пополняют опять. Первые месяцы даже не давали отдохнуть, вот именно прямо в бой. Потом дополнительно, вот именно в январе, ввели еще дивизии. Еще на початку этого года были вядомые прозвищи 2775 воинов, которые похованы в братской могиле в Агроградку Черковича. Теперь на плитах на 138 прозвища больше. Причем 32 их высветили в лесопаде. Те род загинувших и уроженец Казахстана Мукжан Саукамбаев. Родные шукали место его похования 70 годов. За ответной просьбой до представников Департамента финансовых расследований у Комитата Державного контроля Беларуси взвернулся на вот унук, загинувшего воина. За помогой супрацовнику местного военкомата и Садлогорского историко-коризнавшего музея просьбу задоволили. Первичное, что он погиб именно в Беларуси, узнали через интернет, что он погиб 21 января 1944 года. До этого было, когда искал наш отец, то было, что он пропал в 42-м году. А потом вот он искал, не нашел, а вот мы, дети, уже внуки его нашли, мы его здесь. Мы жили в одном большом Советском Союзе. Мы ходили вместе в школу, мы играли вместе в футбол. И между нами отличий нет, что я беларусь, он казах или татарин. Поэтому сегодня именно мы еще ближе стали к Беларуси. Сегодня в Казахстане живут как 50 унуков и правнуков Мукжана Саукамбаева. Теперь некоторые, что год, будут приезжать на могилу родного человека, яки закинул убаяк за Беларусь, а по куль на его могилу привезли землю родимы и служили молебен, сгодно с традициями жахаров Казахстана. Олег Сенчаров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Светлогорский район.